МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Видеофакт» на ваших телеэкранах смотрите сегодня в выпуске. Накануне 70-летия холдинга «БелАЗ» на Кузове Тмаши подвели итоги проделанной работы. У нашей хоккейной команды снова победа. С 2011 года Кузове Тмаш входит в состав холдинга «БелАЗ». И накануне 70-летия управляющей компанией здесь также подводят итоги. Пройден сложный путь, сделано немало, но впереди еще более масштабные цели. Какие задачи ставит перед собой станкостроительное предприятие сегодня, что заложено на перспективу, узнали наши корреспонденты. В сентябре 2018 года белорусский автомобильный завод отмечает свое 70-летие. Жизнь завода «Гиганта» с 2011 года стала и частью жизни нашего города, после того, как пинский Кузове Тмаш вошел в состав холдинга. С 2011 года Кузове Тмаш входит в состав холдинга «БелАЗ». Предприятие прожило несколько этапов с того времени. Первый этап был сложен. Большая, огромная работа была выполнена коллективом предприятия, предыдущим руководством. Было освоено много продукции, освоена технология производства запасных частей и узлов карьерным самосвалом. На сегодняшний момент предприятие вышло уже на другой уровень и занимается уже второй этап становления Кузове Тмаша. Уже Кузове Тмаша, который не ориентирован только на продукцию «БелАЗа», а ориентирован уже на производство исторического своего продукта. Это кузнечно-прессовое оборудование, литейное оборудование. Для выхода на новый уровень заводу необходимо новое оборудование и современная техника. И именно эти задачи в настоящее время являются ключевыми. Подписаны контракты на поставку пяти единиц обрабатывающих центров различных. Идет процедура о закупке еще двух единиц оборудования. Подписаны контракты по модернизации существующего оборудования, три единицы. Разработана стратегия и план развития этих переоружений на следующий год. Таким образом, мы планово заменим практически весь устаревший фонд оборудования, что позволит производить продукцию не только качественную, но и конкурентоспособную по цене. На пути к новым перспективам на предприятии уже сделано немало. Улучшены условия труда работников. В разгаре капитальный ремонт как административного корпуса, так и производственных цехов и помещений. Установили аппараты газированной воды в производственных подразделениях. Подготовились к зиме. У нас были утеплены все швы, произведено остекление заново. И я надеюсь и уверен о том, что температурные условия в зимний период будут соответствовать всем нормам. Людям работать будет комфортно. Также разработаны проекты. Прошли экспертизу по реконструкции системы отопления. Проводятся проектные работы по проектированию блочно-модульной котельной, для того, чтобы у нас было полноценное отопление и горячее водоснабжение. Подготовлен проект по замене остекления, всего остекления в заводы управления. Ну и, соответственно, внешний вид самого завода управления. Экономическая ситуация на предприятии стабильная. В Пинске в сфере машиностроения по уровню средней заработной платы Кузлитмаш сегодня в лидерах. Что касается экономической ситуации на предприятии, то не побоюсь сказать о том, что она достаточно стабильная и хорошая. По городу Пинску мы находимся на неплохой позиции по прибыли, по выручке. Есть достаточно серьезные контракты на выпуске кузнечно-прессового оборудования. И политику мы ведем сегодня по диверсификации производства и, конечно же, реализации. На сегодня 80% объема – это Белазовская номенклатура. Мы ее не снижаем, только наращиваем. И одновременно мы наращиваем объем выпуска своей продукции. Это кузнечно-прессовое оборудование. Андрей Вишневский работает на Кузлитмаше токарем уже более 30 лет. И за эти годы видел как взлеты, так и падения. И сейчас на его глазах некогда шумевшее на весь Советский Союз производство возрождается. Были разные времена. Пережили мы лихие, как говорят, 90-е, в которых мы порою мерзли, порою жарко было. Ну а сейчас, когда мы вошли в холдинг, это было где-то в 2011 году, предприятие крайне изменилось, конечно же. Мы начали с заказа, мы начали работать более стабильно, более ритмично. Тем более, что сейчас тоже нас руководство, как бы директор сменился новый, молодой, перспективный. Дает установку для того, чтобы предприятие работало. Завод пополняется молодыми кадрами. Благодаря опытным наставникам молодежь быстро адаптируется в производственную жизнь. И многие из них уже сегодня с уверенностью заявляют, что видят свое будущее именно здесь, на кузнечно-литейном производстве. Работа несложная, но требующая внимания и точности. По рассказам, вообще, как с ребятами разговариваю, при любой возможности, если хочешь поднять свой разряд, либо добиться чего-то большего, можно в любой момент при желании, при старании просто взять и просто повысить себя как личность, как человек, как рабочего. В настоящее время на кузне Тмаше работает 700 человек. Для всего коллектива предприятия 70-летие управляющей компанией – повод для гордости, а также стимул идти вперед и вместе покорять новые вершины. Футбольная команда «Волна» сыграла на выезде в Мозере. Как прошла встреча со Славией в нашем следующем сюжете. На минувших выходных «Волна» встретилась со Славией. Команды начали матч предсказуемо. Наши футболисты действовали в защите организованно, поэтому соперники своим главным оружием избрали удары из штрафной. Что касается Пинчан, то расчет на быстрые контратаки в первом тайме не сработал. Фол Головко привел к стандарту, который технично исполнил Костров. Лицко до мяча дотянулся, но отразить у него не получилось. Во второй половине игры хозяева лишь увеличили счет. После промаха «Волны» игра постепенно выровнялась. У Пинчан было несколько перспективных моментов, но вратарь соперника в свою команду не подвел. В заключительные 10 минут мог забить Кривошеев, но промахнулся с угла вратарской площади. Свой шанс упустил Володько. Получил мяч от Шакурова в 10 метрах прямо напротив ворот. На четвертой компенсированной минуте распечатать ворота соперника мог не в дох, но пробил прямо в соперника. Итог. 2-0 в пользу Славии. Противоположный результат показывают 16 сентября пинчане в играх Первой Лиги Республики Беларусь для юношей 2001-2003 года и Высшей Лиги Республики Беларусь юношей 2004 года. Все матчи были победными для пинчан. 15 сентября на домашней арене пинские ястреби провели вторую игру в чемпионате Беларуси по хоккею. Соперником выступил хоккейный клуб «Витебск». О ходе и результатах игры узнаете в нашем сюжете. В субботу пинские ястребы встретились с хоккейным клубом «Витебск». Счет открыли на третьей минуте первого периода. Шайбу ворота Витебска забросил Вадим Агеев. Только во втором периоде, на 13-й минуте, витебчане атаковали ворота пинских ястребов и сравняли счет. Второй гол спустя 15 секунд. Шайба от Александра Полицинского. В начале третьего периода «Фортуна» снова на стороне Витебского клуба. На 12-й минуте Александр Неведицин забросил еще одну шайбу в ворота пинских ястребов. До конца матча 4 минуты. Счет на табло 3-1. Шансы на победу пинчан стремятся к нулю. Зрители на нервах. Но надежда, как говорится, умирает последней. И надежду своих болельщиков ястребы оправдали. 16-0-8. Бусилка запустил шайбу в ворота соперника. Овации на табло 2-3. Может, еще и отыграемся. До конца чуть меньше двух минут. Ястребы прессуют защиту. Вратарь Витебска под расстрелом шайб. 18-0-1. Счет доведен до ничьи. На трибунах шагов красавчик. В овертайме напряжение на пределе. Ястребы используют все шансы. За сейвы Максима Щепко от болельщиков аплодисменты. На четвертой минуте дожал соперников Донской. Во-первых, хотел поблагодарить наших пинских болельщиков, которые поддерживали нас всю эту всю игру. И первый матч они к нам пришли в полный стадион. То есть мы эту поддержку чувствовали. Ну и, конечно, намного приятнее игрокам играть, когда поддержка такая есть. И как бы желаем им, чтобы они также нас поддерживали в дальнейшем. А мы уже постараемся радовать их своей игрой. Что касается сегодняшнего матча, то мы готовились серьезно к этой игре. И понимали, какая команда нам будет противостоять. Что-то какая грамотная команда, которая в основу играет на контратак. То есть и готовили именно ту игру, которая могла принести результат. Введя в счете за пять минут до окончания матча 3-1, не дотерпели. Не хватило того опыта, надежности в обороне. В овертайме совершили удаление. И соперник воспользовался, забег в большинстве гол. А на сегодня у нас все. Реклама будет короткой, после чего вы узнаете о погоде на ближайший день. Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Восемнадцатого сентября в Беларуси ожидается солнечная погода. В Бресте днем будет плюс 21, ночью плюс 14. В Витебске ожидается днем 18 градусов тепла, ночью 14. В Гомеле на термометре плюс 21, ночью плюс 12. В Гродно температура воздуха днем достигнет 23 градусов тепла, ночью 14. В Минске днем будет 21, ночью 13. В Могилеве днем плюс 20, ночью плюс 13. Завтра в Пинске. Небольшая облачность с прояснениями. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Порывы до 8 метров в секунду. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин